Эй, Нимит, ты начал рассказывать историю. Ты говорил про долгую войну. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавной, а превратилась в утомительное смертво. Знаешь что? Я попозже расскажу. Гульвейк, ты слишком рано покинула этот мир. Ты, ходящий в мире живых. Моя дорогая Гульвейк зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвейк воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвейк не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын, я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали три кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвейк вознаградит тебя. Слава, резец уна рядом. Заедены враги. Их ты. Принеси мне ее кости. Принеси мне ее кости! Принеси мне ее кости! Кринес мне ее кости! Заедите! Руки! Огонь справа! Огонь справа! Огонь справа! Огонь справа! А что это значит? за резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого он видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хринтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хринтура убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном. Но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Митгордову. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Ты рубил его? А нет. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле, мерзавцу повезло. КОНЕЦ КОНЕЦ ШУНС ...как неcept Cardinal ...как неcept ...и kg Зicip descended ...как Feels Впереди враги! Может ш性 certo Большой Something Мне Взд Oops Что Да По Что Вот С Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Зверь, убьем его вместе! Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сложнее, чем я думал. Продолжение следует... 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 И замедлился. Уже можно идти. Слабо место! Где его? Слабо место! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов! Продолжение следует... 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 о привет снова вы поднимаетесь это было нечто этот бой ну а только зря потратил хорошие я как тебя не заметили тут нет места где спрятаться это это особый трюк моего народа хитрый способ избегать можешь стать невидимым скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами твой разум не может понять что он видит поэтому не видит ничего а вот почему нам самим все это оружие как правило ни к чему да но на драконов это не действует твой брат спрашивал не отощал ли ты ну еда у тебя есть брок спрашивал обо мне от него сивухой не пахло ты снова дал ему топор ну пошли вот как брок попал в храм сразу как сошла вода он был между мирами так а теперь такая важная работа требует в полной тишины что вас привело друзья что вас привело к вам